Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я живу с парнем, у нас всё хорошо, он меня любит, заботится, и сначала всё было хорошо, до того, как мы с ним съехались. Он родителям сказал, что будет меня обеспечивать, но он не миллионер, он старается, сказал им, что хочет взять машину, но сейчас не получается. Он говорит, что он соврал и т.д. Ведь они говорят, что он соврал и т.д. Сейчас плохо к нему относятся, хотя он старается. Недавно говорил о том, чтобы я сама к ним ехал в гости, а не с ним. Хотя сама я боюсь, так как в военное время и вовремя среагировать я не смогу, а он сможет. Скажите, как мне сделать так, чтобы родители перестали так делать? Что-то не единственная проблема, у моей мамы есть такая проблема. Если высказываешь своё мнение, то она бросает трубку и говорит, что я плохо с ней обращаюсь, ты же маленькая. Я с ней пыталась поговорить с детской, я объяснила, что мне это неприятно, но сказала, что мне грех на родителей обижаться, так как они ничего плохого не сделали. Я устал от этого, как всё решить мирно. Я по ним скучаю, хочется поехать, а у них постоянно не жалеешь, что родители не приезжают. Ну, смотрите, первое, что я хотел бы сказать, это, пожалуй, то, что у вас есть некое, некоторое, пока. Это, ну, скажем так, глобальная проблематика, вот, это какая-то общая тревожность у вас. Вот, то есть, почему-то вы боитесь военного времени, вот, говоря о том, что не сможете отреагировать. Вот, то есть, на что. Второе, это то, что вы как будто бы чрезмерно зависите от своих родителей, вот. И чрезмерно, чрезчур, как будто бы в них нуждаются. Вот, то есть, это вот тоже такой момент, достаточно серьезный, когда ваша мама, например, говорит вам о том, что, там, на родителей грех обижаться и так далее, вот, то можно, в принципе, с уверенностью заявить о том, что имеет место быть манипуляцией со стороны вашей мамы. И давление на то, что вы чего-то не знаете, а вы действительно себе не доверяете и как-то вот стараетесь опираться на то на родителей, то на своего парня. Но не на себя. И я целью вам хочется все решить мирно. Но правда в том, что вы не измените ни родителей, не измените ни своего молодого человека. Молодой человек, пожалуй, не должен нравиться вашим родителям. Вот. Он не должен. Нравиться им. Вот. И, на мой взгляд, это ваша личная проблема. Проблема того, что вам хочется, чтобы все разрешилось мирно. То есть вы как-то вот пытаетесь решить свою проблему. Ну, в этом смысле, в этом случае. Вот. Важно увидеть, какую проблему вы решаете. Вот. То есть... Вот... Вы пишите, как сделать так, чтобы родители перестали делать. А зачем? Зачем им переставать? Так делать? Они делают то, что хотят, это их право. Равно как и ваше право делать то, что хотите вы. Но для этого нужно... Полагаться на себя. Вот. Учиться. Учиться полагаться на себя. Для этого нужно. А вы этого не делаете. Вот. Вы не опираетесь на... Не опираетесь на... 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 На себя. Вот вы пишите. А я... Я... Я объяснил, что мне это неприятно. А что именно вам неприятно? Вот. Как вам неприятно? Вот. Вы пишите, что вы устали от этого. От чего? Давайте сформулируем более... Ну, более конкретно. Сформулируем. От... 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 С чего вы... Вот... На... 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 Вопрос... Вам нужно... Постараться... Ответить... Потому что именно это составляет ваши проблемы. Если это проблема страха, то за страхом нужно работать. Если это проблема самооценки, вот того, что вы скучаете по родителям, они говорят, там, не жалеешь, не думаешь о нас, не приезжаешь. Это другое. То есть вы, получается, у них свои потребности переносите на родителей. Ужидая от них, ну, какой-то реакции, да, они вам её не дают, и, соответственно, вы начинаете фрустрировать. То есть эти вот все моменты нужно решать. Как-то так, ещё мне показалось, что вы как будто бы себя виноваты чувствуете перед, ну, перед, эм, молодыми, э, перед родителями. Вот. С чувством вины тоже нужно работать. А. Ещё, на мой взгляд, у вас есть страх конфликтов. То есть страх оценки. Вот. Вы, повторюсь, себя достаточно сильно обесцениваете. Вот. Ну, понятно, что это, возможно, связано с родителями вашими, достаточно такими авторитарными, получается. Это всё нужно выправлять. И вам психоэмоционально сепарироваться от родителей. Обратите внимание на то, что вы пишите, у нас всё хорошо, он меня любит, заботит. Вот. То есть как будто бы для нас всё хорошо. Ну, в смысле, чтобы у вас всё было хорошо. А вам достаточно, чтобы о вас заботилось и любили. Вот. Ну, отношения строятся не только на этом. Здесь вы говорите о какой-то защищённости, о стремлении к защищённости, о стремлении к безопасности, но через внешние средства. Вот. Поэтому нет способа заставить людей, в том числе ваших родителей, быть такими, как и они есть. Но есть способ научиться больше доверять себе. И, в общем-то, менее зависит от окружающих. Вот, когда вы говорите, например, что скучаете по ним, вот тоже это довольно интересный момент. А что есть скука? Что это за чувство? То есть это вытеснение чего-то. То есть вы скучаете, когда что-то чувствуете и, подавляя себе это чувство, переключаетесь на скуку по родителям. Вот. Или у вас это происходит, что вы тянетесь к родителям. То есть тут вот такой момент. Вы не понимаете, что вы уже взрослая, что вы уже живёте с мужчиной. И всё, вы отдельно с родителями. Поэтому, каким образом, вот тоже постарайтесь сформулировать, каким образом для вас играет роль то, как родители относятся к вашему молодому человеку. Вот. Понимаете, да? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Ну��оо.